МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грандиозное событие состоялось в минувшие выходные 25 января в ночном баре у Шрейка. Прошло собрание благовещенских неформалов, которые не только не забыли свою задорванную молодость, но и решили ее вспомнить. Каков же был благовещенский рок 20 лет назад, 15 лет назад? Мы сегодня поговорим с участниками этой вечеринки. Евгений Жуленев, группа «Одной крови». Здравствуйте. И Дмитрий Кондратенко, группа «Пограничное состояние». Здравствуйте. Здравствуйте. Вы считаете себя ветеранами благовещенского движения сами? Ну, наверное, с учетом возраста, проведенного уже в рок-н-ролле, да, наверное, все-таки нас можно присутствовать, ну, может быть, не к ветеранам, но к таким уже довольно-таки пожилым рокерам. Каков ваш рокерский стаж? Я с 99-го года вместе с товарищем, с которым мы сейчас в одной группе участвуем, с Романом Смирновым. То есть это была хартия вольностей? Это была хартия вольностей, да. Я был участником второго состава этого коллектива музыкального. Но до этого, если брать во внимание какие-то домашние посиделки с гитарой, разучивание аккордов, наверное, еще чуть больше, на пару-тройку лет. Ну, где-то уже, наверное, года с 94-го, может быть. Вы, Дмитрий? Ну, аналогично, так же где-то. То есть команда была в порядке состояния 2000-го года, там, 99-2000-е ориентировочно. Ну, а до этого веселый муравейник, там, года с 94-го, 95-го. Нужно напомнить, что вот само понятие муравейник, да, что это? Это памятник, который столовик на набережной Амура генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, да. И это одно из мест, где собираются вот рокеры, неформалы. Это место давнее сбора. А еще какие были места? Бастилия, конечно же. То есть она первоначально была, скорее всего, Бастилия. Потом уже как-то переместились поближе, пониже, то есть на муравейнику. Непосредственно к муравейнику были так называемые сходни, это лавочки, вот спускающиеся к Амуру. Там тоже частенько молодежь неформальная, так сказать, зависала с гитарами, проводила вечерний досуг. Склепы еще были? Склепы, да. Ну, на склепах тоже было, да. Не столько, наверное, распространено. Ну, меньше, да, в основном. Не так популярно. Кто потяжелее? Ты надела золотые цепи, ты хочешь, скорее меня забыть, ты ходишь, теперь на дискотеку, ты становишься, как они, тебе больше со мной неинтересно, так сказала мне, ты теперь больше тебя привлекают, их не странные звуки попсы. А вот расскажите, вот зажимали в те времена вас? Да кто зажимал, никто не зажимал, ну, просто у людей были совершенно другие, наверное, видения, то есть музыки и так далее, то есть, ну, поэтому у нас часовка была более камерная, чем все объемлюбящие поэты. А не было такого, что когда организовывался какой-то концерт, приходил человек из образования или культуры и редактировал, какие песни можно, какие нельзя? Ну, такого не было. Ну, такого не было, просто отменяли концерт. Просто отменяли, не объясняли, что там какой-то цензура, нет, такого не было. А вот, в частности, отменяли концерты, ну, довольно-таки часто. Без эксцессов, конечно, проходило, но брали, просто забирали, увозили для разбирательства. Ну, да. А что было дальше? Вот как они проходили разбирательства? Ну, привезут в опорный пункт, говорят, ну, говорите, зачем нарушали, что нарушал. А что нарушали? Ну, там, песни орали, там, ну, что запрещено, песни орали. Ну, в основном, это скончалось тем, что ладно, свободно идите, все. В принципе, даже никаких не было там, ни повесток, ни в институте, ничего страшного. Какая была атмосфера? Ведь она же отличалась наверняка от сегодняшней? Ну, конечно, сэс, наркотики, рок-н-ролл. Это вырежет Дмитрий. Как говорят. Отличалась. То есть сейчас это больше как-то пафосно, то есть все на показуху. Нам казалось, что там показухи было меньше. Нарядные какие-то, да, сейчас ходят? Да. Туннели в ушах, непонятные вещи. Зачем? А чем еще отличается сегодняшний рок от рока вашей молодости? Сегодня почему-то молодежь ударилась в какие-то тяжелые направления музыки. Я даже таких направлений музыкальных не понимаю, чем отличается там хардкор от грэнджкора, там, какой-то там, какие-то вот эти вещи, да. Много каких-то тяжелых рифов, там, гроулинг, там, скриминг, что-то покричать. Пореветь, там, все такие тяжелые рифы, запилы. А у нас как-то подушевнее было. У нас, наверное, самая тяжелая группа была, это какая-нибудь там, не знаю, там, панки. Фламент, темная половина. Ну, как бы, да, в принципе. Ну, все равно это, как бы, были единичные, на таких случаях, больше, наверное, такой ракешник, панк-рок. Да, раньше, то есть, русский рок котировался, сейчас уже больше, там, какие-нибудь выпендрежные вещи. То есть, раньше, наверное, более мелодичные были сами песни, да? Не сказать, что были мелодичные. Мелодики сейчас достаточно. Просто манера исполнения сейчас сильно поменялась даже. Не намного, а сильно поменялась. То есть, если раньше, то есть, ценился чистый голос как-то, то есть, просто исполнение. Не затейливая мелодия где-то временами, да? Да, то сейчас, то есть, без, там, академической гитары никто никуда не идет. То есть, там, длинные проходы, как в «Пруг Роке» были, сейчас не применяются везде. Сложная музыка, то есть, очень, то есть, сложнее, сложнее, сложнее становится. Партии. Партии интереснее. То есть, ну, сравним уже, наверное, то есть, сначала, например, Джимми Хендрикс начинал, когда играть. То есть, там, сложнейшие партии, то есть, сейчас пытаются делать молодежь. Хотя, зачастую, получается, довольно-таки коряво и излишне. То, что сейчас доступны стали инструменты, какую-то роль, по-вашему, сыграло? Ну, конечно, это очень большую роль сыграло. То есть, мы помним, чтобы купить себе инструмент, приходилось либо его заказывать и долго ждать, тратя очень много денег. А где заказывали? Очень много где заказывали. Кто-то с Америки заказывал. Дедицит же, да, еще тогда? Кто-то с Америки заказывал. Я, допустим, свою гитару заказывал в Москве Шамрае, чтобы он мне делал конкретно, то есть, по моему... Те кастомизированные, да? Да. Конкретно, то есть, мне нужно было определенное дерево. То есть, он из этого дерева определенного сделал мне гитару. То есть, вот так вот. Кто-то заказывает с Америки, там, Лес Полы тоже у нас было. Очень сложно купить, поэтому только с Америки, только через какие-то там интернет-площадки. Это была заря интернета, естественно, все было сложно. Знакомые, опять же, сейчас все, он пошел в любой магазин, купил, что надо. Я свой первый инструмент, помнится, купил, по-моему, у Димы Гудзовского, если мне не изменяет память. Это был корейский бас. Я был третьим его хозяином. Это был 97-й год. Я был безумно счастлив увидеть инструмент после советских Уралов, о которых ходит немало легенд, и не только легенд, а правдивых историй. Они еще и ходят сами. Конечно, инструмент, сделанный не в Советском Союзе, выгодно отличался и качеством, и звуком. То есть, это было просто. Субтитры создавал DimaTorzok А расскажите вот эту историю, почему много концертов было в свободном? Ну, потому что площадка там была более-менее, звук был хороший, не надо было вести своего, ничего. Достаточно было доставить музыкантов. Поддержка мэрии была свободного непосредственно. У нас это только начиналось в 2000-х годах, да, там, 2003-2004 год. А в свободном это было всегда, начиная с 99-го. Опять же, немалое количество, в принципе, местных коллективов, которые приглашали, ребята, приезжайте, играйте, сделаем совместные проекты. То есть, размещали у себя там в квартирах, то есть, как обычно, то есть, приезжаем днем, на следующее утро уезжаем. Поэтому было там хорошо. Ну, вот если говорить о поддержке властей в те годы и вот сейчас, вот как вы можете сравнить? Ну, сейчас, наверное, поддержки больше, потому что сейчас все пытаются политизировать, галочки себе ставят. Раньше это было, ну, то у нас первое начало, скорее всего, Черемисин. То есть, с таким мощным, если проектом брать, у нас был стальной таран. Ну, первое, наверное, такое глобальное что-то были сделали в Благовещенском. То есть, а так... А что касается сольных, мне кажется, каких-то концертов, да, то сейчас, по-моему, ошибка-то поддержка не требуется у властей, как бы, любой предприниматель, который имеет у себя возможность разместить на площадке своего, например, развлекательного заведения, либо кафе, будет только рад, как бы, привлечь, если группа действительно занимает какое-то почетное место среди музыкантов в городе, и что на нее придет народ, тем самым раскручивая помещение, как бы, здесь, поэтому, зовут сами организаторы, ну, в смысле, мероприятия, организуют, вернее, работники, так скажем, общепитанные, ну, так, да, ресторанов, кафе. Не всегда это общепит. Не всегда общепит, но большая часть. В открытой площадке тоже присутствует. Ну, вот, таким образом, со временем поменялся формат существования рока, сейчас современные молодежные группы, как правило, играют в каких-то кафе, барах, и я думаю, что это неплохо. Нет, давайте не путать коммерческую музыку, чем занимаются ребята, играющие в кафе, и музыку, которую ребята делают для себя. То есть, потому что в кафе играют в основном ребята кавера. Кавера. То есть, очень редко, кто выступает со своей программой. Группа одной крови выступает со своей программой. Да, и у вас было тоже свое. Да, у нас была свайка, но по ресторанам мы не играли. Не успели, не застали. Не те времена были, да. Не застали то время. То есть, сейчас в основном команда играет как-то вот кавер-версии на известные композиции. А что вы по этому поводу думаете, что мало своего творчества? Ну, я думаю, это плохо, что мало своего творчества. То есть, любой музыкант должен стремиться именно к своему творчеству, то есть, к развитию себя как музыканта, а не переделывать что-то уже известное, то есть, зачастую не в лучшую сторону. Если говорить о вечеринке, которая была посвящена обитателям Муравейника, то есть, как вы оцениваете, как она прошла? Думаю, замечательно прошла. Давно просилось это мероприятие? Да, как бы оно сильно-то и не просилось. Спонтанно. Да, но раз оно такое появилось, почему бы и не сходить? То есть, тут столько людей увидел, которых не видел очень много лет. А хотелось бы, чтобы вот это была серия мероприятий? Нет, ну если это будет на постоянной основе, это будет хорошо. Но не часто, думаю. Но не часто, да. Не каждую неделю, не каждый месяц даже. Раз в полгода, раз в год, но, естественно, надо отбирать, работать с командами, которые будут выступать. Может быть, приурочить, как у байкеров, открытие сезона, закрытие сезона. Так у нас открытие сезона, например, Муравейник, когда 1 апреля, да, и закрытие сделать там тоже, дату придумать там в октябре, там, да, действительно. 21 марта состоится фестиваль «Стальной таран» в одном из ночных клубов Благовещенской. Вы пойдете туда? Ну, скорее, да, чем нет. Тоже постараюсь как бы посетить мероприятия по возможности. Спасибо, что пришли к нам в студию. Благовещенский рок скорее жив. Так утверждают наши гости. Евгений Желенев, группа «Одной крови» и Дмитрий Кондратенко, группа «Пограниченное состояние». Спасибо, что сегодня к нам пришли. Ну что ж, ждем новых свершений. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин